Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите «Цветы в доме. Комнатные растения». И сегодня мы с вами поговорим о поливе и удобрении аллоказии. Итак, как поливать аллоказию? Для растения губителен как избыточный, так и слишком скудный полив. Опытные флористы рекомендуют в летний период поливать цветок обильно, один раз во двое суток. За это время верхний слой почвы должен успеть просохнуть. В холодное время года процедуру полива следует сократить и особое внимание уделять дренажному поддону. Вода не должна на нем скапливаться. Ее излишки нужно своевременно удалять. И обратите внимание, что вода для полива должна быть мягкой, отстоянной не менее суток, а в осенне-зимний период согретой до хотя бы плюс 20 градусов Цельсия. Внесение удобрений. Помимо полива, уход за аллоказией в домашних условиях не обойдется без регулярных подкормок. Можно использовать как минеральные удобрения, так и органику. Из минеральных составов нужно подобрать сбалансированный концентрат для декоративно-лиственных комнатных растений. Для выращивания молодых экземпляров флористы рекомендуют особое внимание уделять фосфору. Он способствует развитию корневой системы и обеспечивает хороший иммунитет. В качестве органики подойдет удобрение, изготовленное на основе продуктов жизнедеятельности дождевых червей, которое можно купить в большинстве цветочных магазинов. Периодичность внесения подкормок. Весной и летом каждые 15 дней. Зимой не чаще, чем один раз в полтора месяца. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну, а если вы хотите поделиться с нами своим личным опытом или же задать вопрос, то пишите все это в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы будете знать все секреты и нюансы ухода за своими комнатными растениями. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok